Здравствуйте, уважаемые студенты, уважаемые слушатели. Сегодня мы будем разговаривать об окклюзионных стенотических поражений артерии нижних конечностей. Меня зовут Ирназаров Акмаль Абдулач, я доцент кафедры факультетской госпитальной хирургии номер один Ташкентской медицинской академии. Вначале, как принято об анатомии, анатомия артерии нижних конечностей, это брюшная аорта, значит, бифуркация брюшной аорты дает общую подвздошную артерию, общая подвздошная артерия делится на внутреннюю подвздошную, наружную подвздошную артерию. Ниже, значит, паховые складки, общая бедренная артерия уже делится на глубокобедренную и поверхностно-бедренную артерию. Вот она здесь, глубокобедренная артерия и поверхностно-бедренная артерия. И затем идет подколенная артерия и тибиальные артерии, значит, предтибиальных артерий. Значит, болезни артерии, приводящие окклюзионно-сенотическим поражением нижних конечностей. На первый план идет атеросклероз, затем облетеливающий андоартрит, неспецифический аорта-артрит, болезнь Рейно и диабетические ангиопатии. Вот эти основные причины, которые приводят к окклюзионно-сенотическим поражениям артерии нижних конечностей. Имеются факторы риска, приводящие к заболеваниям артерии нижних конечностей. Это мужской пол, то есть соотношение мужчин и женщин от 2 к 1, то есть мужчины в 2 раза больше болеют, чем женщины. Люди курящие тоже болеют чаще данной патологии. Сахарный диабет также является фактором риска, нарушение липидного обмена, генетическая предрасположенность, возраст старческий, ожирение, гиподинамия. Вот эти все факторы являются как бы факторами риска развития окклюзионно-сенотических поражений артерии нижних конечностей. Встречаемость окклюзионно-сенотических поражений артерии нижних конечностей зависит от возраста. Тем моложе возраст, конечно, тем меньше процент встречаемости и наоборот. Вот, например, лица старше 60-70 лет болеют почти в 10 процентов, в 10 раз больше, чем молодые люди. Частота поражения сегментов больше поражается бедренно-подколенный сегмент, больше 50%. Далее это аортопозошный сегмент и в меньшем случае поражаются тибиальные артерии. Эпидемиология. Значит, около 200 миллионов людей всего мира страдают критической ишемией нижних конечностей, и пациенты критической ишемией нижних конечностей имеют в 3 раза больше риска смерти от инфаркта или же от инсульта. 10 миллионов примерно американцев страдают хронической ишемией нижних конечностей и тысячи новых случаев ежегодно наблюдается на миллион населения. В Европе, по данным разных авторов, до 2% это в общем и молодых и пожилых людей страдают ишемией нижних конечностей. В Узбекистане в возрасте старше 40 лет заболеваемость встречается у 2-3% людей. И мы говорили, чем возраст выше, этот процент тоже повышается. И у людей 60-70 лет этот процент достигает до 15%. Что же происходит с пациентами хронической критической ишемией нижних конечностей? То есть судьба их, исход их какой? Значит, 25% пациентам с критической ишемией нижних конечностей из-за развития гангрены нижних конечностей производится ампутация. 25% получают медикаментозное лечение из-за отсутствия возможности выполнять реконструктивные операции. И только 50% пациентам проводятся реконструктивные ревоскульзирующие операции. В течение года сохраняется критическая ишемия у 20% пациентов. Живут после ампутации 30% пациентов. Купирование критической ишемии возникает только у 25% и четверть больных в течение года погибает. Значит, если взять нашу республику, значит, примерно 250 тысяч людей, из них у 25%, то есть почти у 60 тысяч людей развивается критическая ишемия. То есть процент развития, число пациентов очень большое. Но в год в Афганистане выполняется примерно 800 операций. То есть это в 10 раз меньше, чем нужно. Почему так? Во-первых, это плохая информативность молодых врачей. То есть врачи мало знают о данной патологии, о ишемии, о ранних признаках ишемии нижних конечностей. Низкая информативность населения тоже. Вот люди ходят ноги, мерзнут, болят ноги, но они как бы не имеются в виду как бы заболевания, не идут к врачу, а занимаются больше самолечением. И заболевание прогрессирует, пока не доходит до гангрены. Некоторые пациенты даже не обращаются к врачам. Но если остановиться на истории, впервые Рене Лериш описал данные заболевания и классическое его описание звучит примерно так. То есть синдром Лериша – это оккуризионно-сенатическое поражение терминального отдела брюшной аорты и подсошных артерий, проявляющихся с отсутствием пульсации на обедренных артерий, перемежающихся хромотой и наличием сексуальных нарушений, импотенций. Значит, клиническая картина. Какая же клиническая картина? То есть какими жалобами пациент подходит к врачу? Первое – это похолодание нижних конечностей. То есть человек, например, летом тоже у него отмечается похолодание нижних конечностей. Он носит теплую обувь или же носки. То есть идет похолодание. Это ранние признаки данного заболевания. Нарушение чувствительности и снижение чувствительности. То есть нарушается ощущение, чувствительность. Дальше идет парастезия, гипотрофия мышц голени. То есть человек с лишими нижних конечностей мало ходит и, соответственно, нарушается трофика мышц голени и идет гипотрофия мышц. Нарушение трофики также проявляется гиперкератозом, ломкостью ногтей и так далее. Значит, классификация. Классификацию мы используем академика Анатолия Владимировича Покровского. По данной классификации, значит, хронические ишеми нижней конечности делятся на четыре степени. Первая стадия – это перемежающая хромота. Третья стадия начинается, когда человек ходит больше тысячи километров, одного километра, то есть тысячи метров. Вторая степень – это перемежающая хромота, то есть появляется боль в нижних конечностях при ходьбе более на 200 метров. Вторая Б – это меньше 200 метров. Третья стадия – это боли в покое нижних конечностях или же при ходьбе на 10-15 метров. Также, значит, четвертая стадия – это язвенные некротические изменения. Что это такое перемежающая хромота? Перемежающая хромота – это когда человек начинает ходить и из-за боли у пациента, значит, вынужденно он останавливается, отдыхает немного и дальше идет опять после определенного времени отдыха. То есть вынужденная остановка человека за счет ишемии. При осмотре, конечно же, мы наблюдаем, значит, бледность кожных покровов, отсутствие волосяного покрова, гипотрофию, как мы уже говорили. Дальше идет у нас метод обследования определения пульсации. То есть пульсация определяется в типичных местах. Это бедренный сегмент паховой области, это подколенный сегмент подколенной ямки, это передние и задние тибиальные артерии. Значит, дальше идет у нас дуплексное исследование, нужно проводить, при котором определяется, значит, скорость кровотока, индексы разные, значит, процент стеноза или же наличие окклюзии. Также важным моментом при инструментальном методе исследования – это определение регионарного систолического давления, то есть давления на нижних конечностях. В норме мы знаем давление в верхних конечностях, в среднем 130-120 на 80 миллиметров рутутного столба, в нижних конечностях тоже такие же показатели или немного могут быть больше. то есть если у человека 120 на руке, 120 на 80 на нижних конечностях, этот показатель может быть до 130-140 миллиметров рутутного столба. То есть важный момент, мы об этом будем останавливать. И второе после регионарного систолического давления – это определение ладычно-плечевого индекса, то есть соотношение систолического давления нижних конечностей на соотношение на, значит, это систолическое давление верхних конечностей. В норме этот показатель должен быть равен единице. Если этот показатель снижается, то признаки ишемии – это уже в результате, что идет окклюзионно-синопическое поражение артерии нижних конечностей. При дуплексном сканировании также можно определить, значит, степень стеноза, скорость кровотока не только нижних конечностей, но и брусной аорты, подвздошных артерий и так далее. Значит, следующее – это рентген-контрастная ангиография, то есть когда вводится контрастное вещество в просвет артерий и под рентгеном делается снимок. Делается снимок. Введение рентген-контрастного вещества осуществляется по разным методикам. Стандартная методика – это пункция бедренной артерии или артерии верхних конечностей по сельдингеру, или же транслюмбальная пункция. Это делалось немного ранее, то есть это уже история таких пункций почти сейчас никто не делает, то есть транслюмбальная пункция аорты, при высоких окклюзиях брюшной аорты это все делалось. Вот, транслюмбальная пункция, как делается, это окклюзия брюшной аорты, чтобы сделать ангиографический снимок, делали, значит, транслюмбальную пункцию брюшной аорты. Это метод сельдинга, это в бедренной артерии доступ, вот таким методом делается пункция и производится ангиографическое исследование. Вот на картинке, значит, видно аневризма брюшной аорты с аневризодическими расширениями подвздошных артерий. Вот ангиография современная, как выглядит ангиография нижних конечностей, да, вот после протезирования это состояние у пациента, тоже вот ангиография терминального отдела брюшной аорты. Здесь идет у нас окклюзия наружно-подвздошной артерий, бедренных артерий слева. Следующий метод – это мультиспиральная компьютерно-томографическая ангиография, уже более такой мягкий метод. Вот здесь уже пункции артериальные не требуются, вводится контрастное вещество через вену и делается компьютерная томография. При этом можно определить процент стеноза, здесь не стеноз, здесь где-то уже аневризматическое расширение терминального отдела брюшной аорты и подвздошных артерий, то есть мини-инвазивный метод лечения. Вот точно такое же состояние МСКТ-ангиография, здесь идет уже расслоение терминального отдела брюшной аорты. Здесь вот аневризма тоже терминального отдела брюшной аорты. Следующее, над тем я хотел остановиться, это понятие критической ишемии нижних конечностей. То есть что это такое? Значит, это когда мы называем критической ишемии нижних конечностей, когда у пациента боли в покое больше двух недель, когда имеются язвенно-некротические изменения и когда регионарное систолическое давление меньше 40 мм бутутного столба. И, конечно, четвертое, это когда ладочный ключевой индекс тоже меньше 0,4-0,3 показателей. Вот тогда мы говорим, что у пациента критическая ишемия, то есть пациент на грани потерять ногу. То есть идет к ампутации, если пациенту не помочь, то есть идет на 100% высокую ампутацию нижних конечностей. Показанием к операциям, конечно же, является это ишемия второй B степени, когда боли начинаются при ходьбе до 200 метров. А что мы делаем в первой или во второй A степени? Конечно же, мы лечим консервативными методами и смотрим динамику поражения сосудов. Если же у пациента динамика отрицательная, то, конечно, мы прибегаем к хирургическим методам лечения. Теперь хотел бы остановиться об стандартах. На сегодняшний день какие стандарты? Лечение, мы будем говорить, это открытые методы имеются и закрытые эндоваскулярные методы лечения. На сегодняшний день конкретно определены показания к открытым и закрытым методам лечения. А именно эндоваскулярные вмешательства являются методом выбора при лечении поражения типа А, а хирургическое при поражении типа Д. То есть класс 1 – это значит вмешательство, польза больше, чем риск. Польза больше, чем риск. То есть лечение должно быть выполнено, сделано. Это стандарты европейские, американские ассоциации ангиологов и сосудистых хирургов. Тип А – это что такое? Это поражение, сценатическое поражение позошных артерий типа этого. И тип Д, то есть когда мы требуем открытые операции, это когда закрытый полностью терминальный отдел брюшной орты, или же многоэтажные, тандемные поражения позошных артерий, или же одной позошной артерии, или же полностью окклюзия, протяженная окклюзия позошной артерии. И когда имеется окклюзия, аневризма терминального отдела брюшной орты со стандартическими поражениями артерий нижних конечностей, при таких случаях рекомендуют открытые операции. Ну, судьба пациентов в критической ишеме нижних конечностей, мы еще раз повторимся, значит, первичная ампутация – 25%, в ревостуривирующая операция – 50% производится и 25% производятся медикаментозные, только медикаментозные лечения. Что это значит? То есть этим пациентам уже невозможно выполнять реконструктивные операции из-за отсутствия периферического русла или же из-за отсутствия возможности выполнять открытые или закрытые операции, они получают только медикаментозные лечения. Консервативное лечение тоже является основным, можно сказать, решающим моментом в комплексном лечении данной категории больных, и никогда не надо забывать, что монотерапия, то есть только хирургическая терапия, только хирургическое лечение малоэффективна без консервативной терапии. И это не надо никогда упускать. То есть всегда пациент хоть оперируется или же не оперируется, все равно он должен получать консервативную терапию. Значит, тоже класс А, то есть ожидаемый результат, он выше, чем риск. То есть обязательно назначение статинов, да, статинов и снижение липопротеидов низкой плотности обязательно может быть. Гипотензивная терапия, использование бета-блокаторов обязательно является важным моментом, особенно у больных с аневризмами терминального отдела брюшного орта или за периферических артерий. Отказ от курения тоже является доказательством класса первого класса, уровень доказательности Б. Т.е. мы должны в лечении не только сделать оперативное лечение, вводить препараты, но и, значит, объяснить пациенту, что нужно, если курящим, конечно, пациенту нужно остановить вот этот процесс, чтобы он в дальнейшем заболевание у него не развивалось. Антиагрегантная терапия, прием аспирина и клопидогреля в обязательном порядке выполняется данная категория больных. Следующее, на котором я хотел бы акцентировать, это программная лечебная физкультура. То есть это дробная ходьба у пациентов с шире и нижних конечностей. Обязательно нужно рекомендовать, чтобы они ходили, конечно, не до ощущения сильных болей, но чтобы они не останавливались, были в движении, то есть они должны заниматься лечебной физкультурой. Значит, прием целостазола, пентоксифилина тоже являются основными компонентами в лечении. Также прием, значит, простагландинов тоже является основным моментом в лечении, консервативное лечение критической ишемии нижней пациенты. Теперь о хирургическом лечении. Конечно, мы, еще раз повторюсь, имеются эндоваскулярные, то есть закрытые методы лечения, не открытые методы. В лечении мы уже поговорили, значит, имеются четкие показания с теми другим методом лечения. Эндоваскулярный метод лечения, что это такое? То есть мы входим, не открываем сосуд, то есть входим в сосуд функционным методом, заходим изнутри сосуда, надуваем баллон и делаем дилатацию, то есть открываем просвет сосуда. Вот таким методом. Это является закрытый метод. Доступ осуществляется в большинстве случаев через бедренный, вводится катетер, надувается баллон и дальше делается стентирование, стентирование вот такого участка, ставится стенд или же контрлатеральная сторону тоже методом Дос-Сантос, по Сиддингеру, а метод Бичмена, извините, не Дос-Сантос, это метод Бичмена, вводится контролатерально и, значит, делается плетация или же стентирование. Ну вот инструментарий какой нужен? То есть вот такие катетеры, чтобы в контролатеральную сторону попасть, вот типы бифуркации вот разные, да, видите, острые углы, не острые углы, то есть вот такие катетеры выбираются по типу бифуркации. Вот такие бывают бифуркации сложные, когда на контролатеральную сторону с одной стороны пройти очень сложно и тогда вот в помощь приходят вот такие катетеры специальные. Следующее – это эндопротезы. Вот на сегодняшний день очень развиваются закрытые методы лечения при аневризмах в ручной аорте, то есть установка эндопротезов. Эндопротезов, вот типы эндопротезов различные, различные фирмы эндопротезов, то есть вводится протез в процесс аневризма и без открытия живота или заброшенного пространства ликвидируется аневризм. Вот ангиографическая окклюзия подвздошных артерий слева, контролатеральная, делается дилатация со стентированием и вот после ангиографического вмешательства открывается сосуд. Здесь вот локальная окклюзия подвздошной артерии слева, эндоваскулярное лечение открывается в сосуд. Вот здесь идет, значит, критический стеноз наружной подвздошной артерии окклюзию, наружную подвздошную артерию слева тоже выполняется стентирование подвздошной артерии, состояние после стентирования, то есть восстанавливается кроватая. Вот эндопротезы, что это такое, мы говорили, вот просвет был, аневризма, здесь была аневризма, значит, эндопротезом аневризма протезирована, то есть это тоже впервые в Узбекистане выполнено в нашей клинике Ташкентской медицинской академии, протезирование брюшной аорты при аневризме пациенту 70 лет. Вот состояние после эндопротезирования, как стоит эндопротеза, 11 лет, уже это не наш пациент, конечно, но вот, то есть работа эндопротеза может достигать до 20 лет. Вот весь пациент, 18 лет эндопротеза работает. Тоже вот снимок, выполненный эндопротезизмом терминального отдела брюшного аорты с протезированием почечных артерий. Тоже вот эндопротезирование терминального отдела аорты с подвздошными артериями, бадных с аневризмами. Вот уже теперь это наши пациенты, наши пациенты. Сейчас я вам покажу, значит, пациент, выполненный в нашей клинике, больной, 63 лет, у него, значит, оккульзия терминального отдела бюджетного, вы видите, контракт непросточной артерии, было выполнено кисинг, дилатация стентирования, то есть с обеих бедренных артерий заходится, значит, бифуркация делается, дилатация, вот, значит, восстановили вот подвздошную артерию слева, и здесь уже вот подвздошная артерия в этого пациента вот восстановлена справа, то есть вы можете увидеть еще раз вот стентирование обеих подвздошных артерий с выходом на терминальный отдел обеих подвздошной луфы, то есть эндоваскулярным путем была выполнена эта операция. Следующий пациент, 59 лет, с, значит, окклюзией, вот, здесь идет окклюзия бедренной поверхности бедренной артерии, эндоваскулярная дилатация, вот, восстановили подколенно-тибиальный сегмент, это подколенно-тибиальный сегмент, вот, после операции восстановлены. Следующее, о чем я хотел бы вам сказать, то есть имеется, мы говорили, закрытые и открытые операции, также на сегодняшний день существует третий метод, это гибридные операции, когда мы используем и открытые, и закрытые методы вмешательства у пациента с окклюзией подвздошной артерии, выполнена эндоваскулярная часть, значит, дилатация со стентированием подвздошной артерии, значит, дилатация поверхностно-бедренной артерии, вот здесь был стеноз, вот после дилатации, и профундопластика, то есть открытым методом выполнена профундопластика, то есть два метода было выполнено. Тоже вот следующий пациент, 63-х лет, окклюзия подвздошной артерии слева, еще раз вот обратите внимание, здесь петля стоит, мы делаем петлевую эндортеректомию, значит, дальше стентирование подвздошной артерии восстанавливаем, да, и, значит, петлевая эндортеректомия, вот удаленная отрасклеротическая бляшка и накладываем, значит, расширяющую заплату на общую бедренность с переходом поверхностно-бедренную артерию. То есть два метода, и эндоваскулярный, и, значит, открытый хирургический метод, называется гибридными вмешательствами. Вот еще операция, значит, подвздошной артерии, значит, эндортеректомия и бедренно-подколенное шунтирование нами было выполнено тоже пациенту с синдромом Ливиша. Теперь вот стенд, как выглядит стенд, он бывает, значит, из никеля и титана, сплав никеля и титана, то есть никенол, называется никенолом этот металл, он как бы, или же металл с памятью мы говорим, металл с памятью, то есть какой металл он бывает, то есть в просвете артерии он, значит, устанавливает вот этот свой, значит, размер. Вот анимация выполнена, как делается дилатация и стендирование. И стендирование. Вот такое состояние. То есть делается вначале дилатация, потом стендирование. Или же сразу дилатация со стендированием. Существуют еще другие методы, то есть роторная эндортеректомия, когда вот такой ротор, бур, или же мы говорим, как вот землю бурят, вот точно такой же инструмент, то есть удаляют атеросклеротическую бляшку тоже. Здесь еще эндоваскулярная эндортеректомия тоже выполняется. То есть закрытые методы операции. Теперь вот открытые методы операции. При окклюзии терминального отдела брюшной аорты выполняется, значит, аневризма, резекция аневризма, да, с наложением аорта бедренных анастомозов. Аорта бедренных анастомозов. Вот, значит, выполнение наложения центрального анастомоза, да, при высоких окклюзиях брюшной аорты. Вот типа этого накладывается, то есть ставятся зажимы на брюшную аорту, накладывается, дальше туннелированием, значит, вот эти ножки выводятся на бедренный доступ и дальше накладывается максимальный анастомоз. Вот, значит, это состояние эндопротеза, вот как выглядит, да, анисоматический мешок, и изнутри ставится эндопротеза. То есть это закрытые методы лечения. Прямое бифуркационное протезирование, тоже вот разные методы. Вот, значит, как выглядит вот такой метод, это интероперационный снимок. Интероперационный снимок. Профундопластика, операция профундопластика. Делается при окклюзиях бедренной артерии и когда идет устьевое поражение в глубокобедренной артерии, удаляется, значит, эндортеректомия делается из устья в глубокобедренной артерии, накладывается алтурнодная заплата. Также существуют, значит, экстраанатомические шунтирования, когда невозможно выполнить аоктобедренное шунтирование, или же после выполненного аоктобедренного шунтирования тоже закрывается шок или протез, выполняется экстраанатомическое шунтирование. То есть подключично-бедренное шунтирование у пациента, значит, в портуре жировой клетчатки, вот, видим, да, след протеза, выполняется также перекрестное шунтирование, бедренное-бедренное или повдушно-бедренное перекрестное шунтирование. Вот схематически, как это выглядит, подключичная артерия, делается туннель и вшивается в бедренную артерию протез, вот, значит, интероперационная картина, как выглядит. Следующие палеотивные методы операции – это имплантация большого сальника, но тоже на сегодняшний день выполняется очень мало. Суть операции является, значит, большой сальник, он имеет способность питать, хорошая микроциркуляция, берется резекция большого сальника у самого же пациента и, значит, находится хороший сосуд, диаметр хорошего сальника, и делается анастомодность артериями низних конюстей и большим сальником. И сальник как бы, значит, прокутывает вот эту мышцу и дальше идет ангиогенез и питает низные конюсты. Конечно, это палеотивные операции. Вот схематически это выглядит вот примерно так. Также имеется из палеотивных операций остеотрепанация, когда делается остеотрепанация большеберцовой кости и при заживлении перфоративного отверстия на кости образуются мелкие сосуды, артерии артериолевые и как бы улучшается кровообращение нижних конечностей. Это тоже является палеотивной операцией. Также имеется операция симпатиктомии, когда удаляются симпатические ганглии, спазмирующие артерии нижних конечностей, нижеверных конечностей, тоже при заживлении сальниками поражения нижних конечностей, особенно при артрите, дает хороший положительный эффект почти в 70-80% случаев. Поясничные симпатичные ганглии. Также существует метод длительной внутриартериальной катетерной терапии. Для этого делается установка катетера в артерию и именно в артерию вводится вот эти все лекарственные вещества. Коза является альтернативным методом при кратическом исчезновении. А анкокатетеры, которые используют протета контролаториальной, в течение нескольких часов приводится до шин-зина не лучшейquiera терапии препарата. Ну, катетеры, можно сказать и конечно не в верхних кон universe, но очень редко ставятся в верхних кон все обычно ставятся в режиме состояния из-за высокого давления и по сильным резинам всегда бывает. Также альтернативными методами лечения при ишемии нижних конечностей, когда обсуждают возможность прибегать к альтернативным. Это генная инженерия сейчас развивается, препараты, введение препаратов в мышцу, приводящих к миоангигенерию, остеотомию, все трепанации мы говорили, электронная стимуляция спинного мозга тоже является альтернативным методом лечения. Что это такое? То есть вводится имплантант в спинальный мозг, то есть такой датчик и определенной частотой, определенной силой, значит, делается электростимуляция спинного мозга. Что это дает? Электронейростимуляция как бы блокирует болевые сигналы, которые идут с нижних конечностей, и, значит, у пациента ощущение болей, оно проходит. Мы знаем, что боль сама, она вызывает спазм сосудов. То есть выполнение электронейростимуляции удаляет как бы болевые ощущения и приводит к дилатации мелких периферических сосудов, тем самым улучшает как бы кровообращение. Ну и, конечно, является альтернативным методом лечения. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok